Мы рады приветствовать вас, дорогие телезрители, сегодня 13 июня в эфире программы День веков хронограф. Для вас ее проведем мы. Я, Михаил Ремезов. И я, Светлана Рудская. Программа День веков хронограф поздравляет с днем рождения всех телезрителей, которые родились в этот день. Желаем вам всего самого хорошего. 13 июня родились многие известные люди, прошлого и настоящего, среди которых Дмитрий Голицын, русский князь, президент камер коллегии, член тайного совета. И Томас Юнг, английский физик, создатель волновой физики. Измаил Срезневский, русский филолог, этнограф, составитель словаря древнерусского языка. И Джеймс Максвелл, английский физик, автор теории электромагнитного поля. И Дмитрий Константинович Романов, русский великий князь, внук Николая I, генерал, глава государственного канонозаводства. Уильям Йитц, ирландский поэт, нобелевский лауреат, написавший произведение «Ирландское возрождение», «Кельтские сумерки», «Ответственность» и «Жуль Борде», бельгийский бактериолог и иммунолог, нобелевский лауреат. Российский актер Михаил Пуговкин, известный по фильмам «Операция И» и другие приключения Шурика. Иван Васильевич меняет профессию. Российский актер Игорь Старыгин, снявшийся в картинах «Д'Артаньян и три мушкетера», адъютант его превосходительства «Государственная граница». Актер Сергей Маковецкий, снявшийся в фильмах «Наш американский горе», «Троцкий», «Операция с Новым годом». Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день, в разные годы и века произошли следующие события. В 1381-м восставшие английские крестьяне под руководством Уотта Тайлера вступили в Лондон. И в 1689-м шотландские защитники Эдинбургской крепости сдались английским войскам. В 1841-м в Кингстоне, провинции Антария, открылось первое заседание парламента Канады. И в 1857-м в Лондоне Герцен выпустил первый номер журнала «Колокол» первого русского оппозиционного издания. В 1858-м на реке Миссисипи из-за взрыва парового котла затонул американский колесный пароход Пенсильвания. Около 160 человек погибли. В 1911-м в Париже состоялась премьера балета Игоря Стравинского «Петрушка». И в 1912-м в Москве открыт Музей изящных искусств имени Александра Третьего. В 1923-м Франция ввела ограничения на торговые связи между оккупированным ею Рурским бассейном и остальной частью Германии. И в 1944-м начался обстрел Лондона первыми немецкими ракетами – Фау-1. В 1980-м Совет Безопасности ООН призвал власти и ЮАР освободить Нельсона Манделлу. И в 1988-м Верховный суд СССР реабилитировал Зиновьева, Каменева, Пятакова и Радека. Наше путешествие мы начнем с событий истории, которые произошли в этот день в государстве российском. 13 июня 1698 года в Россию прибыла первая группа специалистов военно-морского дела, нанятых Петром Первым в Голландии. В Архангельске с четырех кораблей высадились 672 человека – морские сухопутные офицеры, кораблестроители. Хотя наемные специалисты прибыли из Голландии, собственно, голландцы преобладали только среди старших офицеров – 36 из 61. Среди матросов большую часть составляли шведы и датчане. Кроме моряков было еще 100 рабочих человек из славян и греков. Из Архангельска они направились в старинный русский город Переславль-Залесский. Там, на Плещеевом озере, русские плотники и моряки во главе с самим царем учились строить корабли. Кстати, до сих пор в Переславле сохраняется ботик Петра I, дедушка русского флота. До работ на Плещеевом озере Петр сам в 1697-1698 годах изучал кораблестроение в Европе. Сначала он полгода работал плотником на верфях Амстердама. Петр прошел все степени морской нижней службы. Начиная с должности каютного хлопца, корабельные мастера звали его Питер Бас, Петр Мастер. Затем Петр Великий прошел теоретический курс кораблестроения в Англии. В Англии с Голландии Петр уехал потому, что голландские корабелы строили на глазок, а русский царь хотел получить точные планы чертежи военных кораблей. В Англии он нашел то, что искал – точную науку, основанную на теоретических расчетах, основанную на чертежах. Эта поездка в Европу получила название «Великое посольство». Ведь Петр в Западной Европе не просто учился кораблестроению и навигации, но и знакомился с европейской жизнью, вел активную дипломатическую работу. Во время этого похода Петр I начал массовую вербовку иностранных специалистов на службу в Россию. Иностранцы, кувцы и ремесленники были в России издавна. Но никогда их не было в таком количестве. Петр же положил начало массовому переселению иностранцев в Россию. И драться научимся, и работать научимся. Поймем голландцев, англичан, заводить у нас искусство и науки. Своих чертей заставлю, ярша хвостом вперед. Глотать. Мим сердцем, русский человек, ему ведь только и словчится. После Петра I многие новшества в России стали вводиться только потому, что они уже существовали на Западе. Так, например, когда в 1769 году Екатерина II издала манифест о введении в Россию ассигнациям, она ссылалась на опыт европейских государств. Напомню, что ассигнациями тогда назывались бумажные деньги. Они заменяли привычное серебро и золото. До введения бумажных денег заменой серебра являлись медные деньги. Поэтому реформа Екатерины не была абсолютно множеством для России. Также точно обесценивались медные деньги. Стали обесцениваться и ассигнации. Однако на первых парах у населения бумажные деньги пользовались большой популярностью. По свидетельству современника, их принимали даже охотнее, чем серебро и медь. Действительно, преимущество бумажек, особенно при переводах и транспортировке, неоспоримо. Императору Николаю I пришлось полностью реформировать денежную систему в России. 13 июня 1843 года в России был издан манифест о замене ассигнаций и других бумажных денежных знаков кредитными билетами. Успешную реформу по ликвидации обесцененных ассигнаций и замене их новыми денежными знаками провел министр финансов генерал Канкрин. Государство сумело к этому времени накопить значительные запасы золота и серебра. Это произошло не только благодаря большой добыче драгоценных металлов, но и выпуску депозитных билетов из серии, которые выдавались особо депозитной кассой частным лицам в обмен на золото и серебро и разменивались на серебро рубль за рубль. В 1839 году законной мерой всех обращающихся в государстве денег стал серебряный рубль и установлен постоянный и обязательный для всех курс ассигнаций из расчета 350 рублей ассигнациями за 100 рублей серебром. В 1843 году накопленные запасы серебра позволили произвести обмен всех ассигнаций по этому курсу на серебро или новые кредитные билеты, которые обменивались уже рубль за рубль. Денежное обращение пришло в порядок. В употреблении были золотая и серебряная монеты и равноценные им бумажные деньги. 13 июня 1918 года трагически погиб Михаил Александрович Романов. Вообще в истории мы иногда встречаем удивительные закономерности, которые трудно бывает объяснить. Вот так часто первый и последний правитель какой-либо державы носят одинаковые имена. Ну вспомним, например, Древний Рим. Ромул и Ромул. Византию. Константин и Константин. В России первый и последний царь из династии Романовых именовался Михаил. Хотя Михаила Александровича Младшего, брата Николая Второго, можно лишь формально считать царем. Ведь он не стал вступать на царство, оставленное ему братом в феврале 1917 года. Он отказался от престола и передал вопрос о власти на усмотрение учредительного собрания. С юных лет князь Михаил Александрович служил в армии, в гвардейских и кавалерийских частях. Как храбрый офицер он пользовался уважением в армии. До того, как родился царевич Алексей в 1904 году, он считался наследником российского престола. В 1912 году князь тайной без разрешения императора обвенчался с Натальей Сергеевной Вульферт, разведенной женой офицера Керасирского полка. Такой брак для великих князей считался незаконным. Он был уволен со службы, лишен прав предполнаследия и въезда в Россию. Одновременно учреждалась опека над ним и его имуществом. Однако, когда началась Первая мировая война, князь вернулся на службу и был назначен командиром Кавказской туземной конной дивизии. Затем он был назначен генерал-инспектором кавалерии. Специальным указом опека над его личностью, имуществом и делами его прекращена. А его супруга получила титул графини Брасовой. После Февральской революции в числе других членов императорской фамилии он был уволен от службы с мундиром и пенсией. После этого он жил в Гатчине. Однако, после Октябрьской революции над всеми представителями рода Романовых нависла смертельная угроза. Великий князь был сослан в Пермь. Там он жил в гостинице вместе со своим секретарем-англичанином Николаем Николаевичем Джонсоном. Оба пользовались относительной свободой и могли принимать посетителей. В ночь на 13 июня 1918 года в номер, где жил Михаил Александрович, ворвалась группа вооруженных большевиков. Они в грубой форме приказали великому князю и Джонсону одеться и увели их. Отвезли их чекисты в соседний с Пермью Матвелихинский завод, где они оба были расстреляны. Редактор субтитров А.Семкин